всем привет я мария и это товары с алиэкспресс начнем мы с часиков модель интересная застегивается тяжело самому реально очень тяжело застегнуть стерлась само покрытие очень быстро где-то за полтора месяца а за три месяца они перестали работать но они на батареечках и я думаю в принципе заменить батарейки и для кого не проблема выглядят они хорошо мне не нравится я думаю даже если достереть до конца вот эту золото то будет хорошо шарики шарики ай лавью пришло 10 шариков по стоимости где-то 30 рублей по моему они стоят в общем косячных два шара один абсолютно белый без надписи другой с дыркой и в общем с пятнышками там с небольшими ночью так вот если не приглядываться то в принципе выглядят они зачетно классненькие воняет жутко прям нереально просто воняет это какой-то кошмар я надеюсь они выветрятся но в принципе нюхать их особо кто не собирается на них просто смотреть поэтому мне понравится и дальше что у нас будет дальше гели гели самые дешевые самые 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 дешевые брались они где-то в районе 20 рублей у кого то не 30 у подавцов в общем вот этот гель он 5 миллиметровый 5 миллилитров в нем точнее вот он практически у меня уже закончился но такой вот средней густоты в принципе самое оно ложится на ноготь хорошо но в общем держаться конечно же без базы и без праймера безо всех вот этих вот дополнительных слоев они не будут в общем меня недостаточно устраивает так как для домашнего использования у меня ногти абсолютно мягкие наимягчайшие вот и как то для покрытия для такого так как я мама чтобы особо особо не заморачиваться этими ногтями они меня устраивают вот эта баночка относительно она новая в общем я сейчас ее для вас открою мы посмотрим сколько там миллилитров вот этот гель брался действительно за 20 рублей вот значит он похож на густую сметану магазинную не сказал я что похож на домашнюю сметану на сметану от бабушки но на магазинную потянет короче вот этот гель по идее должен хорошо застывать то есть им можно абсолютно покрывать ноготок в общем и сверху покрыть его чисто вот я не знаю как закрепляющим гель и тому подобное чем гель мне понравился за свою стоимость он вполне оправдывает себя держится где-то около полутора недель потом у меня просто трескается на ногтях и все я покрываю другим цвета у них яркие действительно яркие вот допустим синий цвет люблю синий прям вот он мне нравится вот классный классные цвета несмотря на то что там многие говорят вот звук что 5 миллилитров это мало нормально за такую цену я считаю это нормально вот допустим вот этот вот этот гель и еще один у меня подобного цвета видите у него совсем мало осталось чем я использовала как мупляжный и решил попробовать знаете что и он подтвердил свои свойства в общем я не знаю может я просто не такая придирчивая но по крайней мере меня это устраивает на данный момент я слегка оздоравливаю свои ногти потому что они все таки уже подустали от этих покрытий вот деле очень меня устраивают я не заморачиваюсь вот другие гель эти гели разного времени их многие заказывают про них многие спрашивают ну что могу сказать вот этот гель прозрачный он но я его только купил этот розовый он также фактически прозрачный как строительные используют а вот этот гель белый ему где-то месяцев четыре наверное сама баночка выдает себя новый вот этому где-то месяц полтора вот этому 4 два геля последних вот эти вот они выдержали переезд выдержали как выдержали они хреновый переезд потому что они текут текут они адки просто я не знаю баночка все на себя приклеивает я специально не стала промывать чтобы все видели как она все это выглядит оставляет этот гель везде свои следы это жутко бесит прям вообще раздражает белый белый гель вообще я в такой бы фирмы больше не брала потому что он просто как украшение идет потому что он когда высыхает в лампе он выглядит как не знаю как губка или в общем он не не такие функции несет как и несет обычный гель он скорее всего действительно для украшения прозрачный гель отличный меня он устраивает вполне кстати несмотря на то что банка течет я все равно ее заказала вот просто буду иметь ввиду в следующий раз что их нужно держать после открытия в вертикальном положении и прям следить за этим иначе все будет гель в банке его тут нормально он густой это отлично покрывается он и распределяется на ноготочки без проблем то есть достаточно быстро не знаю меня утром устраивает отличный гель база я наконец-то заказала базу хотела приобрести просто магазин я потом подумала почему бы ее не заказать так как вот эти 20 рублевые гели не удержатся и пол дня без базы без праймера безо всех вот этих вот слоев в общем эта база пахнет приятно безо всяких безо всякого там ванизму пахнет вот она каким-то я не знаю ментовым что ли как объяснить чем отлично супер с ней с ней вот с этой базой держится ногти держится точнее гель на моих натуральных ногтях где-то полторы недели несмотря на то что он стоит 20 рублей но чем полторы недели для домашнего использования для мамочки это вообще просто зашибись покрасил и не заморачиваешься стираешь убираешь готовишь что угодно праймер был куплен не на алиэкспресс просто в магазине но он кислотный поэтому я думаю если его приобрести на алиэкспресс тоже на кислотной основе то в принципе будет абсолютно тот же эффект в общем короче если вы приобретаете вот такую базу праймера топ то ваши ноготочки будут в принципе всегда в ажуре и вы их недорого бублик я люблю этот прическу в бублике удобно для молодой мамы очень удобно этот бублик был приобретен где-то рублей за 20 он такой крупненький хорошенький чем держит волос хорошо ничего не спадает ничего не сметает и вот так выглядит бублик с фикс прайса который был взят за 50 рублей и вот после трех месяц использования он вот так вот у меня потерся очень сильно а вот это вот это новый бублик за 20 рублей с алиэкспресс пока он новый но это пока я потом посмотрю как как надолго его хватит потому что я делаю такую прическу часто так как у меня ребенок тянет мои волосы очень сильно украшение вот смотрите что происходит с подобными украшениями украшение классное несомненно она блестит но у него по отлетали все брюлики его хватило месяца на полтора в общем элементарно когда выходишь на улицу и она у тебя на шее ты далеко не сразу заметишь то что у тебя отлетели эти брюлики в общем они у меня отлетели действительно достаточно быстро я не знаю если вы приобретаете подобную штуковину то наверное отклеивать эти брюлики от изначального клея приклеивайте на свой какой-нибудь там супер момент я не знаю секундный скорее всего чтобы он действительно держал потому что вещь безусловно крутая блестит на солнышке идеально вообще я не знаю разнообразит у какой-нибудь я не знаю платится только так чехольчик пластиковый чехол у него хорошая печать печать не стирается в руке он не скользит вот стоил он что-то рублей 80 по моему а у него есть косяки вот видите это все трещина и вот такая вот большая трещина значит если вы приобретаете подобный чехол пластиковый если вы его одели ради бога не трогайте его потому что он очень быстро крескает у меня вечно руки чешутся поэтому он делает у меня вот так он прямо таки кричит мне машине делай этого не делай не надо я не хочу ломаться не хочу и выдержал я только три месяца да да только три месяца больше хозяйка меня не держит и что же мне не делай волосы волосы это кошмар это просто мужик никогда не приобретайте в бутылке из я не знаю из пластика ну короче кукольные волосы они на себя всякую херню собирают это ужас извините за выражение но это действительно так в общем что я могу сказать волос путается но в в принципе стоило этого ожидать потому что у всех девочек в принципе были куклы с пластиковыми волосами все знают если расплести косичку которая была там заплетена волос очень быстро путается и собирает на себя всякую всякую гадость он элементарно лежит у меня в ящике и вот собирает все что туда попадает ну то есть не знаю соринка пылинка помогала только вот действительно попшикать на него как я сейчас показала и расчесать попшикать извините попшикать в общем этим средством для выправления короче волос в общем получается то что только после этого только после этого он более менее держался то есть если этим не попшикать то он очень быстро путается и элементарно вы вышли на улицу у вас на голове будет мочалка не знаю это ваше решение приобретать подобную вещь или не приобретать но в общем я бы я если буду брать буду брать на тот продукт классная застежка в общем просила я продавца чтобы он мне прислал застежку для мальчика но однако как вы видите застежку желтая с розовыми короче крапинками ну ладно не суть по идее на на заклепках должна держать соску игрушку бутылку смотря что вы прикрепите очень держать коляску чтобы предотвратить падение на землю и потерю так сказать вещи я хотела бы сейчас ее протестировать так как у нас бутылка стеклянная я еще не пробовала не тестила сейчас при вас как раз протестим стеклянную бутылку жалко разбивать поэтому я думала изначально что-то опа не прикрепилась похоже она не выдержит у меня прям такое четкое ощущение выдержит она или нет как вы думаете поставьте на паузу и предположить пожалуйста в комментариях выдержит она или нет нет она не выдержала короче придется мне на ней таскать какие-нибудь соски или мягкие игрушки косяк помощь мамочкам короче мы всегда называем снеговиками хотя на самом деле это клоуны в общем передатчик и приемник как он радио нянь в общем на нем уже записан как бы детский плач поэтому вы не услышите как плачет ваш ребенок он просто отреагирует на его плач или огуканье или на то что он его тронул закоснулся вот отреагирует он своеобразным плачем вы можете сделать громкость погромче громкость потише включается именно со стороны именно тот снеговик который кладется к ребенку в нем две пальчиковые батарейки самый косяк основной если у вас долго лежит данная штучка то у нее эти места окисляются как раз где вставляются батарейки но в принципе если их почистить то все будет замечательно так же будет он работать и не знаю мне кажется это такая своеобразная палковая ручалка для мамочек когда они остаются одни с ребенком элементарно пошло скупаться и как бы ты уже не беспокоишься что ты ребенка не услышишь тебе как бы данная штыковина поможет в этом потому что она не реагирует на животных она реагирует именно на детей это проверяли нашим клоуном уже где-то в районе трех лет потому что брался он сначала для моей младшей сестры теперь пользуюсь им я стоят они относительно недорого что-то в районе 500 рублей но по сравнению с теми которые предлагают магазины за две-три тысячи мне кажется в принципе хорошее достойное применение триммер для бровей сейчас рекламируют вину за бешеную сумму я решила попробовать до 100 рублей с алиэкспресс в общем штука неплохая бред действительно помогает смоделировать брови туда вставляется одна митинчиковая батареечка включает он моделирует все также есть насадка для стрижки так сказать для состригания лишней длины бровей сейчас я кстати вам ее покажу вот кнопочка передвигается конечно же в принципе за 100 рублей конечно не знаю как долго проработает но надеюсь что проработает достаточно вот такая вот насадочка для как раз убирать длины то есть моделирование именно самой самой длины как сказать ну и в принципе кисточка для очистки данного триммера триммер неплохой выглядит стильно розовенький не люблю розовый но пришел розовый в принципе я девочку любом случае должен быть розовым так палитра палитра не теней в общем для моделирования определенных частей лица в общем что я вам скажу из ее минусов стоит она вообще не дорого абсолютно недорого ее хоть и мало там в принципе вот в каждой в каждой емкости ее совсем там чуть-чуть но для моделирования хватает и что могу сказать это что-то абсолютно не держится на лице если вы ее нанесли то прикоснетесь к чему-либо и она останется элементарно я помню накрасилась и ко мне пришел на работу с белой рубашкой так вот мы с ним обнялись и мое лицо осталось у него в принципе оно неплохо ложится неплохо моделирует все лицо но вот как раз я вам сейчас покажу что да вот оно остается вот как видите то есть прижался осталось остается ощущение того что лицо как будто был в жиру то есть оно для сухой кожи у меня кожа комбинированная и все время охота почесать в общем я не знаю я не очень довольна но единственное что если использовать ее для видео роликов где вы показываете как моделирует как вы моделируете свое лицо так чисто для кстати да помада что представляет из себя эта помада помада матовая изначально она ложится как блеск потом высыхает на губах вот я сейчас показывала я пробовала она высохла в общем она высохла я ее попыталась стереть она у меня еще не досохла поэтому на руке она размазывалась а теперь я ее не могу смыть потому что она жесткая она реально жесткая в этом плане ее смыть даже с мылом очень сложно хотя в принципе в течении времени она съедается то есть она стирается съедается остается каем на губах не знаю в принципе за 60 рублей скорее всего больше ожидать не стоило тем более по ощущениям по ощущениям когда она высыхает она прям вот кушает губы очень 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 сильно подгузники многоразовые подгузники я давно хотела в общем приобрести многоразовые подгузники взяла два на пробу и сейчас хочу посмотреть в общем выдержит ли он без вкладки вот у него прорезиненное вроде как основание поэтому в принципе по идее должен выдержать ну думаю если использовать углебамбуковую вставку там она так же стоит как подгузник в принципе я думаю выдержит но это это примерно где-то 3 часа в этом подгузнике ну и так смотрим выдержит он или нет поднимаем поднимаем и там где я не уследила уже все вытекло по идее по идее большую часть воды в себя впитает именно прокладка которая туда вставляется тоже многоразовая и тогда подгузник не будет протекать а вот именно без нее без нее смысла использовать его я считаю нет чехол на телефон чехол на телефон давно хотела себе такой чехол и еле-еле вкатнула свой телефон потому что разница по размеру где-то меньше миллиметра поэтому за сумму было сложно ну в общем спасибо за просмотр если вам понравилось это видео то ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч пока пока